Орленок вновь распахнул двери для команды проекта «Олимпийский патруль». В этот раз ее возглавили многократная чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина и двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту, заслуженный мастер спорта России Елена Слесаренко. С именитыми спортсменками встретилась и наша съемочная группа. Начать день с бодрой утренней зарядки – одно из золотых правил юных спортсменов. А сегодня орлята заряжаются вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Светланой Ромашиной. Да, здесь возможно все. Это «Олимпийский патруль». Включайся! Энергично встретить солнечное утро самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания посчастливилось ребятам из Комсомольского и Штормового. Все вместе они собрались на пляже, чтобы узнать и опробовать на себе, как делают зарядку настоящие олимпийские чемпионы. Как только вошла, я понимаю, что все получится, потому что дети заряжены позитивом, и по-другому, наверное, быть не может. Очень приятно вообще оказаться в «Орленке». Для меня «Орленок» – это вообще родное место, потому что мы с нашей командой на протяжении многих лет здесь тренировались, и думаю, что еще будем приезжать тренироваться. Так что родное место, и, конечно же, приятно поучаствовать в «Олимпийском патруле». В возрасте 10 лет я уже своим подругам и коллегам сказала, что я стану олимпийской чемпионкой, и, наверное, это и было с того момента целью всей моей жизни. В формате пресс-конференции они знакомятся со Светланой поближе и узнают самые интересные факты спортивной жизни чемпионки. Я хотела спросить, как тренировать задержку дыхания? Ну, что надо для этого делать? И проплываем все эти 50 метров на задержку, делаем пару выдохов-вдохов и плывем обратно. То есть, как бы у нас такая система. Матвей Чинарихин – альпинист с многолетним стажем. И ему, как уже опытному спортсмену, важно узнать, как справляются с волнением перед соревнованием олимпийские чемпионы. Его вопрос был отмечен Светланой как один из самых интересных. На самом деле это было очень неожиданно, но очень приятно общаться с ней. На самом деле она, так сказать, очень милая. Милая не только на вид, но и по голосу, по общению девушка. Очень интересно было. Опять же, вообще переполняет чувства, эмоции. Это прежде всего, наверное, состояние эйфории, когда ты понимаешь, что вот-вот, и ты сможешь выиграть. В более тесной обстановке Светлана делится профессиональными секретами с юными спортсменами и ребятами, которые просто любят спорт. Во время мастер-класса орляты узнают, как правильно тренировать дыхание и растягивать свое тело перед тренировками. Спорт – это как вторая такая параллельная жизнь, такая же открытая и многообразная, как и другая. И что спорт открывает очень много разных всяких возможностей, которые не понять человеку, который этим занимается. И тем не менее, рукопожатие, приятные слова от олимпийской чемпионки Елены Слесаренко и, конечно, фото на память. Завершающим аккордом проекта на это лето стал приезд олимпийской чемпионки Афин по прыжкам в высоту Елены Слесаренко. Из ее рук ребята получают ценные подарки за свои спортивные достижения в рамках олимпийского патруля. Любая образовательная программа имеет возраст, она должна набирать обороты, каждый год привлекать больше и больше количества людей, и тогда будет результат. Я думаю, что, конечно, Олимпийский патруль несет хорошие эмоции, хорошие знания и здоровый заряд нашей молодежи, который обязательно в дальнейшем принесет нам пользу и в развитии спорта, в развитии олимпизма, и просто в здоровый образ жизни. За время реализации проекта Олимпийский патруль подарил ребятам множество встреч с олимпийскими чемпионами, квесты, спортивные состязания и викторины. В следующем году Орленок вновь распахнет двери для олимпийцев и подарит большой спортивный праздник каждому ребенку.